Скромность и еще раз скромность. Тем более не скромность Меган Маркл уже проявила. В мае нынешнего года герцогиня Сасекская уселась в частный самолет и без приглашения, но как мать, как частное лицо прибыло в Увальду, штат Техас. Чтобы под бдительным оком фотографа и съемочной группы Netflix со скорбным видом возложить цветы к мемориалу памяти в честь тех, кто ушел в мир иной во время печальных событий в школе этого города. Затем она проследовала в донорский пункт в Увальде, куда принесла, неужели собственноручно? Да нет, наверное, телохранители. Две сумки с сандвичами, сладостями и напитками для доноров-добровольцев и волонтеров. Ее даже никто и не узнал, писали в те дни СМИ. Ну да, совершенно никто не узнал, не до нее было скорбящим жителям Увальды, поэтому пришлось срочно выложить кучу фотографий, доказывающих, что герцогиня скорбела вместе со всем миром. А пресс-служба Сасексов поспешила внести поправку в статьи о добром поступке Мэган. Она пожертвовала не две сумки с едой, а два ящика. Разница принципиальная. А скромный частный визит как матери мониторит пресс-служба и требует от СМИ корректировки данных. На сей раз Мэган и впрямь поступила очень скромно. Она позвонила семье Ирмы Гарсия, учительнице четвертого класса начальной школы РОП в Увальде, которая ушла в мир, иной в результате произошедшего 24 мая. Беда не приходит одна. Через два дня не выдержала сердце мужа Ирмы, он ушел вслед за женой, оставив сиротами четверых их с Ирмой детей двух девочек и двух мальчиков. Жена принца Гарри Мэган Маркл связалась со скорбящими родственниками опустошенной семьи. Нил Шон, который пафосно называет себя королевским экспертом, в последние дни просто фонтанирует рассказами о герцоге и герцогине Сасекских, их тайных мыслях, желаниях, действиях. Вот парочка новинок из его выступлений. Мэган Маркл на платиновом юбилее надеялась помириться с Кейт Миддлтон, чтобы их дети сдружились, а семья воссоединилась, выступая на своем канале в YouTube, королевский эксперт Нил Шон заявил. Мэган Маркл действительно надеялась примириться с Кейт, используя детей, чтобы попытаться воссоединить всю семью. Так или иначе, это на самом деле было невозможно. Весь визит Сасексов был очень странным, если не сказать больше. Несколько сотрудников дворца, которые вновь общались с Гарри и Мэган после долгого перерыва, сказали, что это было похоже на встречу с совершенно другими людьми. Мэган была довольно сдержанной и застенчивой, она не особенно хотела контактировать с кем-либо. Принц Гарри задумался о том, чтобы отказаться от своего титула герцога Сасекского и других титулов, дарованных королевой Елизаветой II свои нынешние титулы герцога и герцогини Сасекских. Графы и графини Думбартон, барона и баронессы Кил-Килл, принц Гарри и Мэган Маркл получили в честь своего бракосочетания в дар от королевы Елизаветы II. Если бы этих титулов у них не было, то сейчас они бы именовались принц Генри Уэльский и принцесса Генри Уэльская. После того, как королевская семья во время празднования платинового юбилея наглядно показала принцу Гарри и Мэган Маркл. Где их нынешнее место в королевской иерархии? Принц Гарри, по словам королевского эксперта Нила Шона, задумался об отказе от дарованных королевой титулов. Выступая на своем канале в YouTube, Ген Шон сказал, принц Гарри очень громко говорил о том, что оказался в ловушке британской монархии. Он утверждал, что в королевской семье жил, как золотая рыбка в аквариуме. Эти его заявления вступают в очевидное противоречие с тем, как охотно он примчался на празднование платинового юбилея, чтобы быть увиденным рядом с королевской семьей. Вероятно, это очень сложно, когда твои казначеи, такие как Netflix и Spotify, видят, что ты обычная знаменитость, а не член королевской семьи. Очевидно, он ничуть не разозлился из-за того, как с ним обошлись на платиновом юбилее. Принц Гарри считает, что, возможно, было бы неплохо отказаться от титулов, о которых так много говорят. Тем более, что Гарри прекрасно знает, королевская семья никогда не сможет отобрать у него титул принца, который принадлежит ему по праву рождения. Даже несмотря на свой статус будущего короля, принц Уильям умеет весело проводить время, особенно когда его окружают любимые наследники, принца Джордж, Луи и принцесса Шарлотта. Вот и в минувшую субботу семья Кембриджских решила проверенным и очень надежным способом поздравить всех с Днем Отца. На снимке, который, кстати, был сделан в прошлом году, во время путешествия герцогов в Иорданию, принц Уильям сидит в центре. Его старший сын Джордж располагается с правой стороны, Шарлотта с левой, ну а младшему Луи досталось самое лучшее место на шее у папы, чему он, конечно, бесконечно рад. Дети и принц Уильям были запечатлены на фоне песчаных дюн и абсолютно не скрывали своего счастья и радости. С Днем Отца, папа и дедушки во всем мире. Гласила подпись к праздничной фотографии в социальных сетях. К слову, данное фото было взято из серии снимков, сделанных во время поездки Кембриджских в восточную страну, которая имеет особый смысл как для Кейт Мидлтон, так и для принца Уильяма. Когда-то давно герцог посетил Иорданию и настолько влюбился в это место и пообещал себе, что вернется сюда вместе со своей семьей. Что касается Кейт Мидлтон, то будучи еще юной девушкой, она прожила в Иордании два года, потому что ее отец работал в авиакомпании British Airways. Также похожую фотографию из этого путешествия кембриджски использовали в качестве поздравительной рождественской открытки. Именно поэтому снимок на День Отца кажется вам до боли знакомым. Последняя фотография отличается фоном, но очевидно, что она была сделана в один и тот же день, так как Джордж, Шарлотта и Луи позируют в той же одежде, в какой запечатлены на открытке. К слову, на этом празднике в семье кембриджских не заканчиваются. 21 июня принцу Уильяму исполнится 40 лет. Стоит отметить, что по такому поводу для любимого внука, королева Елизавета II обещала организовать праздничную вечеринку. В минувшую среду принцесса Беатрис вместе со своим супругом Эдоардо Мопеле Моцци прибыла на ежегодные королевские скачки Роял Аскот в Аскоте, сидя в одном из трех экипажей, предназначенных для членов семьи правящего монарха. Сразу после этого британские таблоиды буквально взорвались статьями о том, что Беатрис и ее сестра Евгения, которые в настоящее время не исполняют обязанности официальных членов королевской семьи, могут получить повышение. О том, что сестры могут примерить на себя полномочия, которые предоставлены таким близким родственникам Елизаветы II, как принц Чарльз или его сын, на этой неделе говорили журналисты таких изданий, как Daily Telegraph и The Daily Beast. Представители изданий одновременно с этим считают, что такой возможности лишена Сара Фергюсон, их мать, которая защищала своего мужа, принца Эндрю, во время разразившегося недавно секс-скандала. Принцесса Беатрис и Евгения никак не комментировали шумиху вокруг своего отца, поэтому они не вызывают негативной реакции у поклонников королевской семьи. Ранее королева Елизавета II сняла со своего сына все полагающиеся ему королевские полномочия. После не менее громкого отречения принца Гарри и Меган Маркл от них же, принцесса Беатрис и Евгения могли рассчитывать на то, что им доверять заниматься общественной и благотворительной деятельностью, положенной герцогом Сасекским. Эти надежды, казалось, рухнули после громких обвинений в изнасиловании в адрес принца Эндрю. Сразу после этого королевский эксперт Ричард Фитц Уильямс признал, что девушки фактически находятся в подвешенном состоянии, поскольку рискуют лишиться всех своих прав. После празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II стало известно, что принц Эндрю планировал присутствовать на посвященных этому событию мероприятиях. Инсайдеры рассказали, что главным противником этой идеи стал принц Уильям. Герцог Кембриджский буквально выдвинул ультиматум монарху, потребовав от бабушки ответить сыну отказом. Журналисты The Daily Beast считают, что теперь принц Эндрю тешит себя надеждами, что принять на себя королевские полномочия сможет хотя бы одна из его дочерей. И якобы после прибытия Беатрис на скачке в Аскоте, он еще больше укрепился в этой мысли. Впрочем, источники из окружения принцессы и ее сестры на днях признались журналистам, что подобных целей у них нет. Они обе с головой ушли в свою жизнь, у них есть карьера и семьи. Они очень приземленные, принцессы знают, что сами должны зарабатывать на жизнь. Не похоже, что они буквально сидят у телефона в ожидании звонка. Но они никогда не откажутся от возложенных на себя обязанностей, поскольку для них важно чувство долга. И если бы их попросили сделать для монархии нечто большее, они были бы в восторге.